канал runenstein айнс представляет кругоцветное путешествие магеллона 500 лет спустя подписчики мои руки попала вот такая вот замечательная карта мира можем посмотреть как наш мир выглядит на самом деле но сегодня мы исследуем кругосветное путешествие магеллана которую совершил в начале 16 века обогнув наш якобы шарик по кругу что же нам на эту тему пишет знаменитая википедия ну так читаем описание в экспедицию готовилось пять кораблей с запасом продовольствия на два года я не знаю ни один корабль служив на флоте на котором готовили запас продовольствия на два года куда него там умещали для меня это просто загадка магеллана состояла из пяти кораблей и общее число матросов во всех экипажах составляла двести восемьдесят пять человек на всех кораблях также присутствовали шесть проституток официальная версия также озвучены и в википедии магеллан начал свое путешествие 20 сентября 1519 года архивной карте магеллан отчалил 10 августа 1519 года после чего 12 сентября добрался до побережья гвинеи в африке и простоял там на якоре аж до 22 ноября 1519 года л два с половиной месяца у побережья африки неизвестно но все-таки он тронулся и 18 декабря 1519 года его корабль и остальная эскадра достигает побережья южной америки и подходят берегам бразилии 119 году континент ныне известный нам под названием южная америка назывался аустрали с февраля 1520 года магеллан достигает устье реки рио-ла-плата от 1520 года корабли магеллана подошли к огненной земле где они по сути и сдержались аж до 28 ноября 1520 года в южном полушарии у нас в это время всегда лето начала путешествия магеллана прошел уже почти 28 ноября то есть половина съестных припасов за это время уже съедено мастер-карт на тот момент не работает из-за российских санкций в порты никуда не пускают конечно хочется всегда неизвестно как им удавалось пополнять запасы еды и воды магеллан решил отпраздновать в тихом океане и отправляется именно по зиме через тихий океан в сторону азии июня 1521 года экспедиция магеллана вполне благополучно пересекает тихий океан и подходит к индонезийским островам экспедиция магеллана несколько месяцев вплоть до 8 ноября 1521 года путешествует по различным островам обратить также ваше внимание что ныне известный континент под названием австралия раньше во времена магеллана назывался новая голландия или новая голландия ноября 1521 года экспедиция магеллана наконец-то вспоминает что нам пора домой посетив одну из церквей на филиппинах они отправляются в долгий путь домой сумма геллана словно окрыляет двигаться в зимний период итак 7 января 1522 года экспедиция пересекает индийский океан и доходит до мыса доброй надежды сентября спустя девять месяцев корабль виктория вернулся в порт предназначения кругосветное путешествие заняло более трех лет рассмотрим корабль виктория первый корабль в истории обогнувший земной шар из всего состава экспедиции покинувшего три года назад испанию отправишься вокруг света назад живыми удалось вернуться лишь 18 членам команды из пяти кораблей в действии остался лишь один виктория посмотрим на флагман магеллана корабль виктория в конце 20 века энтузиасты решили построить его точную копию но опять мы отправляемся в википедию чех рудольф краудшнайдер австрийского происхождения в 1995 году решил восстановить подобный корабль и строю его ровно четыре года как мы видим из описания в википедии на постройке данного судна принимал участие около 300 человек в кругосветное плавание виктория отправляется в 1999 году команда корабля состояла из 12 человек кругосветка виктории завершилась 22 августа 2004 года в щецене в польше спустя почти пять лет уважаемые зрители и подписчики только что я озвучил версию кругосветной экспедиции магеллана который в начале 16 века продлилась почти три года те кто работал или служил на флоте внимательно выслушав подобное официальное писание скажут лишь одно брехня ни на один из современных кораблей невозможно загрузить запас провизии на два года современная сеть портов разбросанных по всему миру позволяет судам заходя в эти порты или останавливаясь на стоянку пополнять запасы еды воды и топлива но за подобные услуги надо платить куда заходил магеллан в течение трехлетнего дальнего плавания в начале 16 века ведь аборигены коренные жители земель через которые он проходил не знали языка встречали его как оккупанта агрессора деньги которые он брал из испании с собой невозможно было поменять в обменниках так как их еще тогда не было также как и индустрии туризма может что-то морякам и удавалось выменить но чаще всего им приходилось бы грабить местное население чтобы добыть элементарной еды вы видите корабль и понимаете что при таких размерах много чего с собой на борт не возьмешь самое важное что должно присутствовать на каждом судне в необходимом количестве это пресная вода даже в наше время ее приходится добывать всеми доступными способами в конце 1995 года начале 1996 года мы стояли в мурманске в атом флоте что уж там наше начальство в мф не доглядела но пресную воду мы добывали не своих опреснительных установках а нагло ворою с береговых коммуникаций по ночам вывод 1 вода еда тут же указывает на нереальность официальной версии кругосветной экспедиции магеллан на в 1519 1522 годах следующий пункт разбора кругосветки магеллана это проведение длительных переходов в зимний период времени с наступлением холодов в море начинает штормить что затрудняет прохождение корабля а тем более парусного судна с небольшим водоизмещением в холодные времена года человеку необходимо отопление а как отапливать судно на протяжении нескольких месяцев не заходя в порт если негде загрузить дрова и уголь вывод 2 отсутствие необходимых условий для выживания а в данном случае элементарного отопления указывает на несостыковку официального описания дальнего похода магеллана нигде не указано кто где и когда строил суда для экспедиции магеллана спустя почти 500 лет энтузиаст решил повторить кругосветное путешествие по маршруту легендарного мореплавателя в наше время корабль 16 века строили 300 человек почти четыре года по каким чертежам строилась копия виктории где их собственно взяли почему так долго строили не умеете строить сами обратитесь к русским они атомные подводные лодки несущие ядерные ракеты быстрее строить вывод 3 эксперимент с постройкой судна 16 века показывает что для постройки подобного корабля необходимо современное оборудование и современные знания сказали бы вы правду что шестнадцатом веке магеллан вышел в кругосветку на плоту честно звучало бы и правдивее далее корабль выходит в открытый океан как производилась ориентации судна и как на парусах она направлялась в нужном направлении при необходимости наверняка подгребали веслами вывод четвертую но наверное самый страшный судно без современных карт и систем навигации просто обречено в море на гибель в начале шестнадцатого века команда магеллана преодолела расстояние вокруг света за три года а спустя почти 500 лет энтузиасты пользуясь благами современного общества затратили на такой же путь пять лет на точно таком же судне никакой информации о современной экспедиции на парусном судне нигде нет ни фотографий не видеоматериалов не отчетов в научных изданиях вывод 5 сроки путешествия магеллана не соответствует действительности а история о его кругосветки больше похоже на очередной вымысел все современные суда имеют различные системы автономного плавания которые поддерживают жизнеобеспечение на судне на судах для длительных переходов установлено все необходимое оборудование для обслуживания которого необходимы квалифицированные специалисты без захода в порты для пополнения необходимых запасов судно просто не в состоянии вернуться в порт приписки жаль что 500 лет лжи про великого мореплавателя магеллана растворились за 12 минут этого ролика но вы не обязаны принимать мою точку зрения а можете продолжать и дальше верить в небылицы о великих мореплавателях первооткрывателях земель поделитесь этим видео с близким человек на это все жми колокольчик чтобы не пропустить новое видео пишите комментарии и читайте комментарии там иногда умные люди пишут умные вещи всем добра